В Самаре продолжается строительство новой станции метро и связанной с этим работой по выносу инженерных коммуникаций. Возле перекрестка улиц Новосадовый и Полевой в рамках разработки стартового котлована продолжают устраивать его ограждающие конструкции. А в историческом центре города стартовый котлован почти готов. В районе перекрестка улиц Красноармейской и Галаксионовской завершают закольцовку водовода. Ранее он пролегал по территории будущего станционного комплекса и потому его пришлось переносить. Кроме того, на повороте с улицы Красноармейской на улице Галаксионовской переустроят трамвайные линии. Это должны сделать в период с 1 по 12 февраля. В конце прошлой недели материалы уже доставили. Специалисты сразу же приступили к необходимым работам. Рельсы требуется изогнуть под нужные радиусы. При этом перекрытие движения на время переустройства трамвайной линии не планируется. Транспорт продолжит ходить по старому полотну. А стыковку имеющихся и новых рельсов будут делать только ночью, чтобы минимизировать неудобства для граждан. После укладки путей, стыковки и переподключения контактной сети ТТУ организует пробный пуск трамваев. Только после этого вновь поднимут вопрос о временном закрытии перекрестка улиц Красноармейской и Галаксионовской. Уже на срок ориентировочно до 1 сентября. Это необходимо для продолжения строительства и прежде всего для возведения тягово-понизительной подстанции. Но и в этот период, несмотря на значительный объем предстоящих работ, трамвайное сообщение сохранится. Планируется, что электротранспорт будет следовать по переустроенным путям. В том числе это касается трамваев, которые в настоящее время ходят по улице Фрунзе. После завершения работы по строительству метро все трамвайные пути будут восстановлены в прежних границах. Напомним, что когда достроят первую ветку Самарского метрополитена и введут в эксплуатацию новую станцию театральная, подземка свяжет удаленные районы города с его исторической частью. По расчетам экспертов, пассажиропоток вырастет минимум на 15%, а интервал движения поездов метро сократится до 7-8 минут. Они, конечно же, облегчат для многих участь. Кто-то работает в одной части города, кто-то в другой. Для перемещения это наиболее комфортный и достаточно бюджетный и дорогой вариант. Поэтому все ждем. Есть, конечно, неудобства, но я думаю, что эти неудобства настолько будут временными, что забудутся, как только люди почувствуют комфорт и удобство перемещения по городу.